Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале! Спасибо, что заглянули! Сегодня у нас потрясающе вкусное блюдо, рецепт я оставлю вам в инфобоксе. Мама наконец-то взялась за свой канал. Теперь она хочет готовить много-много всякой вкуснятины. А мы с вами будем дегустировать здесь рецепты, как всегда, внизу. Обязательно переходите, подписывайтесь, поддержите мою мамочку. Нам будет очень приятно! Здесь баклажаны, кабачок, вот такие вот фрикадельки. Правда, все, наверное, съесть не смогу. Точно, наверное, точно. Слишком много. О чем я сегодня хочу поговорить с вами? Я об этом уже говорила вам. Но поговорю еще раз, потому что получаю кучу вот таких вот сообщений. Начиная от своих знакомых, девчонок, заканчивая уже подписчиками, которые жалуются, что их обманывают. Хотела я об этом еще раз поговорить еще месяц, когда мне написала моя подписчица в инстаграм. Девушка живет в Азербайджане, выложила детскую кроватку на Лалафо. Ну, это у нас такой же сайт, как у вас, Авида. И начали писать с российского номера, что вот, хотим у вас купить. У нас, типа, в России эти кроватки стоят дороже. Вы можете отправить эту кроватку через... Разобрать и через почту. И сразу показалось, это как-то странно. Ладно, какая-то вещь, одежда. А тут кроватка и через почту отправлять. Ну, в общем, они ее уговорили, так скажем, что вот, отправите через почту. И она мне говорит, была суббота, поэтому я не смогла отправить, потому что почта не работала. Но мы договорились, что отправлю на следующий день. И она сразу начала говорить про то, как мне заплатить вам. И моя подписчица сказала, ну, очень просто отправьте мне на карточку. И девушка начала говорить о том, что... То есть у нас такой системы нету, типа, с карточки на карточку. У нас есть специальный сайт. Сайт почты. И этот сайт... Участвует как посредник. Дает ссылку на какой-то сайт. Ты заходишь туда. И тебе там пишется, например, 3000 рублей. Которые ты можешь вывести. А потом, когда ты выводишь деньги, пишешь... Пишешь данные своей карты. Этот сайт считывает всю эту информацию. И затем все, что есть у тебя на карточке, просто так... Уходит кому-то. С моей подписчицей случилось то же самое. Не успела она отправить колыбельку по почте. Как решила уже получить свои деньги. Зашла на этот сайт. Ввела данные своей карты. И все. У нее на карточке было 570 монат. Эти деньги улетучились куда-то. Обращалась потом в банк. Банки объяснили, что... Ни в коем случае так делать нельзя. И тут обвинять банк тоже неправильно. Я сейчас, например, свою карточку зарплатную дам кому-то со всеми данными. А потом обвинять банк. Ну, то есть, ну, как-то это глупо, согласитесь. И это именно мои мошенники не из Азербайджана, а из каких-то соседних стран СНГ. Наверное, специально выбирают жертву из другой страны, чтобы никто не смог обратиться в полицию. То есть, если сейчас здесь обратиться в полицию, скажут, езжай в Россию, обращайся там. В общем, 570 монат моей подписчицы просто улетучились. И вот буквально два дня назад мне писала Зуля. Зуля, тебе огромный привет, если смотришь. Помните, я вам в одном из влогов показывала, как мне моя подписчица отправила косметику от Арифлейм. Мы с ней сдружились, время от времени переписываемся. И она вот решила поделиться этой ситуацией. Она была хитрее и умнее. Дело в том, что она уже видела мои видео, где я рассказывала про эту схему мошенничества. И она уже была хитрее. Вот вам оставила с клюны. Зуля и ее родственники попросили выложить пальто и продать. Пишет девушка насчет пальто. Мне понравилось, спросила параметры. Причем так досконально интересуется, что ты прям не прикопаешься. длину, фасончик. Все в сантиметрах. Переспрашивает еще что-то, чтобы не придраться. Затем просит отправить через почту. Почему я это еще раз рассказываю? Просто люди, которые сталкиваются с этими проблемами, они не имеют такую большую аудиторию, как я. Завтра вас тоже могут обмануть. Чтобы этого не произошло, надо хотя бы знать схему этих мошенников. В общем, все досконально переспросила про пальто. Говорит, я живу в России. Вы мне можете по почте отправить? Она такая, ну да. Какая мне разница? Отправлю по почте. И до того, как ты отправил пальто, сразу же встает разговор про оплату. Сразу начинают уточнять. Я уже, говорит, оплатила. В смысле заплатила? Я еще даже не отправила. Вы можете забрать свои деньги по ссылке, и тебе кидают ссылку какого-то непонятного сайта. Ну, Зуля там не дурочка, так скажем, да? И она сразу поняла, что что-то не так, и она говорит, здесь на сайте просят данные вашей карточки. И она типа, в смысле, ну, что здесь такого? Просит и просит. Я тоже ввела свои данные, чтобы перевести деньги. И она говорит, я не буду писать данные своей карточки. Тут начинается, девушка, я уже заплатил. Если бы это был бы непонятно какой сервис, то я бы сама не стала вводить свои данные карточки. Я вообще-то уже заплатила. Я требую свое пальто. Перед тем, как ты платишь, ты согласуешь это со мной? Нет. И как только человек понимает, что здесь ему уже ничего не светит, то есть их раскусили, потом уже начинается просто игнорирование. Поэтому, мои хорошие, если вы что-то продаете через все эти всевозможные сервисы, не важно, что именно, не переходите ни по каким ссылкам. и тем более, не вводите данные вашей карточки. Я желаю, чтобы в вашей жизни никогда не было таких сложных ситуаций, когда вас кто-то обманул. В 90-х были воришки-карманники, сейчас они перешли на новый уровень. Они развиваются с технологиями. Никому никогда не надо говорить. Кодовое слово. Данные карты могут позвонить, представиться кем угодно. Поэтому будьте аккуратны. Я так поняла, что эта схема работает. Потому что столько моих знакомых, которые куда только не выкладывают на продажу товары, говорят, что постоянно пишут эти мошенники. Значит, они разводят людей. Эта схема работает, поэтому они пробуют на других. Моя цель. Цель этого видео заключается в том, что будьте хитрее и умнее. Не позвольте себя обмануть. Ладно, там пенсионеров обманывают. Реально не понимая таких людей, как можно грех на душу брать? А может, это последние деньги человека. или реально он нуждается очень сильно в этих деньгах? Это просто каким бессовестным человеком надо быть, чтобы так поступать? Я никогда не пойму таких людей. Пусть лучше я буду, знаете, покупать супер дешевые вещи в секонд-хенде, но я буду ходить с гордо поднятой головой. Пусть у меня не будет всего того, о чем я мечтаю, но зато не буду обманывать людей. Ужас, конечно. Так что, мои хорошие, будьте аккуратнее. сейчас столько всяких этих мошенников, непонятных людей. Еще писали мне в комментариях, что вышел айфон тринадцатый, не хочешь ли дай-ка ты его купить. Скажу вам сразу, я в восторге от айфона. В каком смысле? Конечно, у айфона очень много минусов. Многие приложения, которые на андроиде, абсолютно бесплатные, они на айфоне платные. За музыку надо платить. Короче, куча минусов, но самый главный плюс для меня, это зарядка. То есть, его не надо так быстро заряжать, так часто заряжать, как я это делала с самсунгом своим. Потом, его работоспособность, он не глючит. И самый главный плюс, это стабилизация. Например, в инстаграме сразу видно по истории, снята история на андроид или на айфон. Ну, в общем, вышел новый айфон, и я решила его не покупать. У меня просто он в отличном состоянии, не глючит. Мне нравится, как он фотографирует, мне нравится, как он снимает. Я думаю, наверное, взять следующий айфон, 14. 14, это мое любимое число. Да и вообще не вижу большой надобности в этом телефоне. Это, наверное, отдам маме, а себе возьму новый телефон. Мама, например, очень довольна своим самсунгом, и она как-то привыкла к андроиду. Это было очень вкусно. Посмотрите, сколько я поела. Я ровно половину съела. Безумно вкусное блюдо. Я оставлю ссылочку внизу. Обязательно переходите. Подписывайтесь на мамин канал, поддерживайте ее лайками. Какая сочная груша. И никогда не давайте себя обмануть. Спасибо, что досмотрели. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь. Всех люблю. Пока.